У меня поехала, вот я её слова говорю, поехала крыша, мне дали пенсию 2800 и больше ничего. А почему все страны, та же Россия, платят за утрату кормильца? Он её единственный кормилец, почему ей не платят за утрату единственного сыночка? Почему к Дню Победы сделали инвалид, соцдепартамент Вологина сделали ремонт, евроремонт инвалидки детства и в газете «Город» похвалились? Вот мы ей сделали. А почему бы не сделать ремонт вот этой бедолаги, хотя бы косметическую уборку? Ведь если находится человек у психиатра, то у него всякие могут быть положения. И вот тут-то бы надо было сделать. Почему не сделали ремонт в квартире Михаилу Магонову, прошагавшему всю войну? Пришёл с войны с одним глазом и с простреленным кишечником. Кишечник теперь выведен вбок. Кал течёт постоянно. Один глаз и на том катаракта. Еле-еле видит. Я много раз обращалась лично и через патронажную, и сама просила, пожалуйста, придите хоть к Дню Победы, помойте у него в квартире. Он ведь, если наклонится, у него кал члея потёк. А ведь течёт-то в баночку, в тряпки. Но мой вопрос не был, и моя просьба не была услышана. Летом Вологдина, соцдепартамент, вывозили в Куримяев колясочников. Почему среди колясочников не было наших инвалидов войны? Вот мне недавно моя патронажная сказала, говорит, а что ты не зайдёшь к этому инвалиду без ноги? Я к ним хожу, потом уже прошу соцземов помочь. Я разыскала, он живёт рядом с домом Стальнухина. Его окна выходят на окна Стальнухина, но живёт в Хрущёвке, в старом доме, на первом этаже. Нога удалена выше колена. На костылях ходить не может, ему 95 лет. На коляске он с трудом катается только по квартире. Дышит летом в открытое окно. А почему бы хотя бы два-три раза за лето не выкатить его на улицу, и он чтоб подышал и почувствовал, что есть земля. Спасибо вам большое, Екатерина Андреевна, за ваш рассказ, за то, что вы неравнодушны, за то, что вы пришли к нам сегодня. А сейчас мне хотелось бы предоставить слово Юрию Садовникову. Мне кажется, ему тоже есть что сказать. Пожалуйста, Юрий. Ещё раз добрый день, дорогие норвитяне. К этому хочу добавить, видимо, следующее. Те люди, которые освобождали Нарву, те люди, которые проливали за Нарву и за Эстонию в целом свою кровь, не должны жить хуже, чем те люди, которые присосались к власти и управляют городами. Давайте вернёмся вместе с вами в детство. Вспомните, чему нас учили с вами в детстве. Уважение к старикам, честность, справедливость. Такое впечатление создаётся, что нам кто-то подменил эти ценности. Что мы имеем сегодня, задумайтесь сами. На примере Нарвской городской власти. Не нужно далеко ходить. Из обихода людей совсем вышли такие слова, как «вера», «надежда», «любовь». «Любовь», предположим, это кодовое слово. Не каждый человек знает, не задумывается до конца, что несёт в себе это слово. Дело в том, что некоторые подразумевают за этим словом отношения между полами, мужчин и женщин. Некоторые – страсть, кто-то ещё что-то. Для меня лично это слово значит вот что. Любовь – это бескорыстная радость за жизнь другого человека. И вот если мы будем двигаться так по жизни, то жизнь будет очень позитивна и созидательна. Благодарю за внимание, здоровья вам и благополучия, дорогие норвитяне. Дорогие норвитяне, дорогие наши депутаты, дорогое наше правительство городское, будьте внимательны к нам, ко всем ветеранам, особенно к ветеранам войны, инвалидам войны. Нас осталось немного, совсем немного. Скоро мы умрём. У нас самый молодой ветеран – это Конев Александр и я. Вот нам скоро по 81-му году. Пожалуйста, будьте внимательны, будьте добрее, будьте щедрее. И особенно хочется обратиться к главному врачу в больницу, Силанду. Пожалуйста, пусть ваши врачи обслуживают качественно, чтобы нам не приходилось. Ведь я вот пришла, позвонила мне инвалид к войне, Вера Андреевна. Всю войну прошагала с войсками ПВО. 25 лет отработала в больнице. Сейчас рак бедра. Прооперировали, провели химиотерапию. Почему она должна ездить в Тарту? Когда в поликлинике на доске написано «врач-онколог». Я когда привезла ее к депутату Коваленко Анне Григорьевне и сказала «Анна Григорьевна, как так получилось, что она у вас заброшена, ваша медработник?» А я что сделаю? Я говорю «не говори». Я работала руководителем в здравоохранении и в медучилище предавала организацию в здравоохранении. Не знаю, на что вы этим боль, депутат. «Ну ладно, я сделаю». Она мне говорит «ну-ка вернись, больше ко мне никого не приводи». Сейчас она опять выставила свою кандидатуру. И я украинка. И я вынуждена была ей обратиться на украинском языке. Аж шлях бы тебя трафил. Я кажу, ты погана, жиночка. Тебе не лекарем будьте у лекарни, а тебе в стадоле с цебриками, и в цебрике с цапами и худобами полукатись. Спасибо. Я бы добавил. Мое убеждение, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны должны иметь такие же льготы, как имеют депутаты Нарской городской управы, должны иметь такую же зарплату, как депутаты Нарской городской управы, либо же депутаты Нарской городской управы должны иметь такую же заработную плату и льготы, как получают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Если бы не было бы этих людей, ни один из вас не смог бы находиться на сегодняшний день и править этим городом. Спасибо. Хочу пожелать всем здоровья. Только здоровья. Здоровье на деньги не покупается. Берегите друг друга. Любите друг друга. Уважайте старших. Уважайте наш труд. Вы тоже будете старыми. Спасибо за внимание, дорогие норвитяне. У меня это будет, видимо, более короткое выступление. Побольше позитива, дорогие норвитяне. До свидания. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию и поделились вашими проблемами. А с вами мы прощаемся. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова